Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня будет мое видео о покупочках. Еще это не просто будут сегодня покупочки, сегодня будет еще конкурс. Очень интересный и достаточно простой. Давайте начнем с самого приятного. Пока вы здесь уселись у экранов, я вам расскажу. Есть такой сервис, как Cash for Brands. Офигенный сервис, а офигенный он именно тем, что в нем достаточно высокий процент по кэшбэку, так как у нас сейчас будет видео о покупочках, это очень актуальная тема, потому что многие как раз-таки покупают все в интернете, тем самым возвращая себе часть денег, это очень приятный бонус, на который потом можно также тратить или просто выводить эти деньги. И в Cash for Brands выводить можно от 1 рубля. Такого нигде практически нету. Там достаточно высокие проценты по кэшбэку, очень удобное у них мобильное приложение, на отзывиках они на первом месте. И сегодня для вас мы будем делать конкурс. Разыгрываются три сертификата, рифгош, по 1000 рублей. В тот день, как только я объявлю победителя, в этот же день я сразу могу прислать вам сертификат по почте. И вы прямо через этот сервис Cash for Brands можете купить покупки, а можете также пойти в магазин и их выбрать там. Что нужно делать? Все очень просто. Вам нужно пройти по ссылке на сайт Cash for Brands, зарегистрироваться, сделать это можно просто в один клик, через любую из ваших соцсетей, дальше пройти в профиль, скопировать ваш ID и просто написать его в комментариях. Все просто как дважды два. И ровно через пять дней я объявлю победителей в своем инстаграм. И сразу же смогу подарить вам ваши сертификаты. Три победителя и каждому сертификат на 1000 рублей. А в рифгоши, как знаете, большой выбор для нас, для девочек, поэтому я думаю, каждой будет приятно. В последний раз я провела конкурс на FixPrice. Я поняла, что вам не нравится FixPrice, хотя были девочки, которые участвовали, и, наверное, именно для них я и сделала этот конкурс. Я поняла, FixPrice больше разыгрывать не буду, будут только интересные какие-то призы. И я думаю, что этот конкурс как раз будет вам интересным. Ссылочка внизу, так что проходите и участвуйте. Итак, с чего мы начнем? Давайте начнем с того, что я купила в Заре. Я уже показывала вам, вы мне помогли в инстаграме. Спасибо вам большое. Я купила вот такую шапочку. Как помните... Как помните... Мне вообще очень идут черные шапки с белыми надписями. У меня была надпись такая, большими буквами было написано там что-то, я уже не помню что. Все говорили мне, что это уже антитренд. Я полностью согласна, что это антитренд. Но в Заре, который магазин я считаю трендовым, вот продавались вот такие шапки. Я думаю, ну почему нет? Заменю на такую шапку. И вы мне как раз таки помогали, потому что там еще были прикольные шапки в Заре. И я, конечно, не сомневалась, что я возьму эту шапку, но мне было интересно ваше мнение. Все равно там были такие переливающиеся шапки. Они, кстати, во многих магазинах сейчас есть. Вот такая шапка. Кстати, да, в чем же я сижу? Я в Ашане купила вот такую кофточку. Мне вообще очень нравится в Ашане покупать что-либо из вещей, из кофточек. Я в прошлом году себе купила черную и серую. Вот такие же маечки. Они вот здесь были еще такие, знаете, прозрачные вставки какие-то, кружевные. Они просто офигенские, они неубиваемые. Я их столько раз уже стирала, они как новые. Поэтому качество очень хорошее. Вот это вот тоже такая она синтетическая, обтягивающая, обтягивающая такая вот маечка. Но очень приятная к телу. И я чувствую, что она тоже мне прослужит очень долго. Вот такая вот покупочка в Ашане у меня была. Давайте по шапочкам пройдемся, потому что шапочки у нас сейчас очень актуальны. Зима на носу. И вот такую шапочку я купила в Золо. Вот такой вот магазин. Недорогой магазин. Шапку купила всего лишь за 499 рублей. Это вообще, знаете, один из мегабюджетных, если даже не самый бюджетный магазин, который я нашла. Представляете? Потому что шапки, ну вот в Заре я купила за 799 рублей, да, почти 800 рублей шапка. А это вообще 400, ну таких цен я не видела. И она, смотрите, какая. Она с бубончиком. Мне очень нравится с бубончиком. Что-то я просто прикольных шапок не видела с бубончиком. И еще здесь написано love. Мне нравится, что все это очень лаконично. Это не какие-то яркие стразы. Это вот такие вот пайеточки, которые очень аккуратно и не вычурно ничего сделаны. Цвет серый. Это в моем стиле под мои такие вещи. Серый и черный, мне кажется, очень прикольно. Тебе нравится, Дань? Вот. Такая шапочка. Буду менять шапки. Как кто-то мне написал в комментариях, что шапок много не бывает. Я согласна полностью. Шапочка это такой аксессуар, как очки летом. Их должно быть много. Их легко поменять. И образ меняется тоже. Надо им. Кстати, она очень теплая и очень качественная. То есть не какая-то там рыхлая. Так же у меня появилась новинка. Коврики в машину. Офигенные коврики в машину. Оказывается, что это вообще вот такое есть ноу-хау. Но я вам скажу, что эти коврики я использую не только в машину. Так как у меня малыш сидит на переднем сидении, у меня есть целый свободный коврик один, который нужно на пассажирское ложить сидение. Я его использую дома. На самом деле эти коврики офигенские. У них какое-то необычайное такое строение. И фишка в том, что как раз таки по зиме вообще замечательно будет. Но вообще и они многосезонные. То есть для машины замечательно. Можно, конечно же, такие коврики заказать и домой. У меня такой коврик лежит на пороге, прям когда мы приходим. Приходим мы с улицы. Грязь, песок, вода, все что угодно. Здесь такое строение вот этих вот интересных ромбообразных ячейчек. Когда мы приходим с улицы и становимся на этот коврик грязными ногами, мокрыми ногами, то вода у нас не растекается, грязь эта вся не собирается, не остается, а она попадает в эти ячейки. И даже когда мы этот коврик наклоняем на определенное количество градусов, то грязь не растекается никуда, нигде. Она заполняет соседние ячейки. И в принципе хранится там. А потом, когда нам нужно убрать этот коврик, то есть получается мы становимся на коврик и наша обувь всегда чистая. То есть у нас в салоне всегда чисто и дома всегда чисто. И если нам нужно его освободить, то нам нужно просто его перевернуть и вот так вот встряхнуть и все встряхивается. Вообще это ноу-хау для автомобилистов, для многих, кто любит следить за чистотой в своем автомобильном салоне. Мне очень нравится, действительно очень классно. Всегда в машине сухо, но теперь у меня еще и на порожке сухо, потому что реально он собирает всю грязь и нигде не распространяется. А у меня, знаете, малыш любит сесть вот так на этот коврик и все. И если бы на нем вот так вот была грязь, то все было бы грязно. А так она попадает в ячейки. А поверхность, понимаете, она чистая. Он сидит и остается чистеньким. Вот. Поэтому вот такие коврики, они замечательные. Я внизу оставлю ссылку. Кстати, ими занимается одна из наших подписчиц. У нее тоже дома такие. И у них в машине везде такие коврики. Они, короче, ими очень довольны. Цвета можно заказывать разные. В общем, в интернете очень много всего. Но я оставлю вам ссылку на эти коврики к ней. Вы можете пройти, посмотреть и задать ей вопросы, которые вас интересуют. Также она отправляет их по всей России. Вот. Вот такая классная. То есть делают под любую машину. Кстати, если это в машину, то делают под любую машину, под любую модель. И также можно заказать коврик домой. На самом деле это действительно очень классная штука. Они очень легенькие. То есть с одной стороны вот такая ровная все, да. С другой стороны вот эти вот ячейки. Мне сделали цвет бежевый именно под мой салон. Коричневая конторка. Очень круто смотрится. Очень классная. И главное, что в машине чисто, сухо. Красота. Также я уже показывала вам. Я приобрела себе, но вы не знаете просто где, свою очередную сумку на пояс. Я показывала это в Инстаграм. А, во влоге я это показывала. Точно. Я увидела у них на сайте. Перелистывала много всего. И мне понравилось, как эта сумочка смотрелась на модели. Вот. И заказала себе все-таки. Единственное, что я не углядела, что здесь у меня, знаете, как замшевая вот впереди. Она вся как бы кожаная. Из кожзама, естественно. Потому что она стоит всего лишь 2, там, 150. Не помню точно уже, да. А здесь она идет замшевая. Вот. Сначала я такая что-то посмотрела. Такая... Ну, я не заказывала, знаете, как приходят курьеры. То есть я заказала сразу. Сразу знаю, что я ее возьму. Поэтому я не платила ни за доставку, ни за что. Просто мне прислали ее по курьерской доставке. И я получила там через 2-3 дня. И все. В общем, вот такая новая сумочка у меня. С такими бриллиантами. Фурнитура здесь. Ну, это River Island, мой любимый магазин. Я очень расстроилась, когда узнала в Москве, что его закрыли. Там было столько много классных вещей, и обуви, и одежды. А сейчас на сайте смотрю, там еще круче стало. Но, к сожалению, их нету в России нигде. Я расстроена. Дальше. Дальше тоже вам показывала. Это в сториз, наверное. Вы ходили со мной по магазину. Я однажды сделала сториз. Кстати, напишите, как вам понравился такой шопинг. Я в следующий раз могу тоже так ходить и показывать какие-то вещи. У меня был заварен в сториз. Я просто... То, что мне нравилось, я все снимала. И шопинг получился вместе с девчонками. Кто-то мне уже написал, что понравились. И вот в Мармеладе я купила вот такие сенсорные перчатки. Хотела все время купить их в Фаберлик, но постоянно они заканчивались. И там пишут, нету, нету в наличии. И я думаю, да что ж такое? Будет ли в наличии когда-нибудь эти перчатки? И когда я зашла в Мармеладе... И, кстати, я еще заказала на Алиэкспресс такие перчатки другие. Мы тоже их посмотрим. Качество. В общем, мне очень понравилось. Действительно, они работают. Здесь на трех пальчиках. Вот здесь вот, да. Не знаю, что здесь такое находится, но они такие сенсорные, что все, я отвечаю, разблокирую, все замечательно. Мне очень нравятся. Такие черные перчатки. Но я заказала еще тоже черные, по-моему, еще серые. В общем, перчаток тоже много не бывает. Классно. А, но я заказала еще с пупырышками вот такими вот здесь. Короче, расскажу, покажу, посмотрим. Я думаю, что они прикольные, потому что из таких вылетает все время телефон. Если он без чехла. А у меня телефон без чехла. Вот, кстати, в Мармеладо, я об этом говорила в Инстаграм, эти перчатки, они стоят 390 рублей. Но достались мне они вообще за 170, по-моему, рублей. Да. А все почему? Потому что я пользуюсь приложением Мармеладо. И там можно зарабатывать себе эти баллы. Там можно приглашать друзей, там можно отвечать на вопросы всякие. И вам накапливаются баллы. Баллы эти можно обменивать на стопроцентные деньги. То есть 1 балл, 1 рубль. И вы можете расплачиваться ими. Вот когда я пришла, у меня оказалось там уже 270 рублей. Я с удовольствием их отдала, доплатила 170 рублей. И у меня получается. Кто не пользуется еще этим приложением, вы можете воспользоваться им. А внизу я напишу такой код, который даст вам, если вы введете, да, там, этот код при регистрации. Он даст вам сразу 30 рублей на счет. Это очень удобно. Очень приятно. Дальше я уже говорила, многие спрашивали. Я наращивала себе реснички, но что-то в последнее время реснички на мне не держатся. Не знаем мы почему. Мы все испробовали. И я решила купить себе такие реснички. Вот я купила. Да, в общем, это у меня девяточки, одиннадцатые. Единственное, что я не очень хороший клей купила вот такой какой-то. Но другого не было. Он черный. Он, короче, не держится. То есть это клей на один день. Все. То есть я умываюсь, смываюсь и все. И он не держится. А хотелось бы такой клей, чтобы, знаете, прилепил и держится надолго. В принципе, самой себе не так-то просто все эти реснички приклеивать. Но если мы приноровимся, то, в принципе, достаточно быстро у меня уже получалось. И да, действительно, неплохо смотрится. Да. Но это не так, что мы прикрепили один, два, три и хватит. Нет. Там надо прикрепить их побольше. И тогда будет хорошо. В общем, вот такие мои покупочки. Еще реснички. Вот кто пользуется, кстати, ресничками, если может кто-то посоветовать хорошие какие-то реснички, может, какие-то идеи, пишите в комментарии, потому что здесь комментарии будут открыты. У нас здесь конкурс. И здесь вы можете тоже высказывать свои какие-то мнения. Надеюсь, не неприятные, не хочется никого блокировать лишний раз, да? А, еще что я себе купила, давно искала. На самом деле, где я увидела? Блин, в Нью-Йорке или что ли? В каком-то магазине я увидела пояс. Он там стоил полторы тысячи. Но я считаю, что для пояса полторы тысячи, ну, уже как-то... Тем более, я просто пояса не ношу. Вот если бы я их носила, то да, полторы тысячи. У меня где-то давно, лет 10 назад, в No One я покупала тогда еще 4 500 стоил пояс. Там он весь на каких-то стразах, сваровских и так далее. Весь такой крутой. До сих пор у меня где-то лежит. Но я не ношу, не ношу. И я увидела вот недорогой, кстати, не помню, что это за марочка. Куда это я зашла, заскочила. За 399 рублей купила. О, ну скажите мне, ну скажите мне, где я купила? А, господи, вот же пакет. Резерт, резерт, да. И это как раз-таки такие пайетки под мою обувь. То есть вы понимаете, кожанка, она может быть достаточно простая. Мои тапки, ну, вы поняли, кожаные сапожки. И вот этот вот поясочек. Я пояса не ношу, да, я не ношу их. Но я решила вот этот взять, потому что цена хорошая. Он не кожаный, он такой, знаете, как типа под замшу. Но это тоже не замш, это что-то нанесение какое-то. Но просто вот эти вот пайетки, они маленькие. В основном были, где я видела, там и на перчатках. Такие пайетки огромные просто какие-то. Они прям некрасиво смотрятся. А вот такие маленькие, аккуратненькие, да. И я решила этому поясу сказать да. Красивенький поясок. Кстати, давно уже говорила вам, да, что я в поиске. Когда-то давно мне купила моя подружка и подарила DAV. Я от него была в восторге, от него супер классно расчесывается волос. Я в покраске уже говорила о нем. И да, я снова его себе купила. Перепробовала разных много средств. И берлик, и все на свете. Короче, я ничем не довольна, честно говоря. Все спреи, которые у меня были. И я снова купила себе DAV. Осталось взять себе масло, шварцкоп. Кстати, кто-то мне говорил, что... Тоже масло, я это люблю. У меня первое видео, которое когда я еще только начинала снимать мое видео, я там говорила. У меня был DAV. Ты нарисовался на носу что-то? У меня был DAV, и у меня было масло шварцкоп. Я о них тогда говорила. И на самом деле они на мб-уан остаются на сегодняшний день. В общем, DAV я себе купила, а шварцкоп надо купить. И девчонки говорили, что они есть в фикс-прайсе, но у нас в фикс-прайсе нету. Ты что делаешь? Ты что хочешь? Хочешь маму без ушка оставить? Дальше, дальше, дальше. Бегим, скачем. Последние покупки. Последние. Что тут у меня? А, Дэньки мы тут что-то купили. Дэни купили. Перчатки. Я все-таки, девчонки, выбрала вот эти перчатки. Спасибо. Я на самом деле, да, долго выбирала. Я прям реально растерялась, какие перчатки ему взять. Черные перчатки ему, конечно, больше подходят. Но так как малыша я своего не одеваю во много ярких вещей, таких всяких, у него в основном все черное, да, темно-зеленое, да, темно-синее. Я все-таки решила дать предпочтение вот этим вот перчаткам оранжевым, потому что все-таки он ребенок, малыш, и ему нужно что-то яркое. Чем понравились мне эти перчатки? Я долго выбирала на самом деле. Они немножко нам еще не по размеру. Здесь размер 92, а у нас получается 80. Но это самые маленькие, которые там были. Покупала я их в Инчинде. Да, то, что они из такого материала, что если он будет падать у меня в лужу, как любят дети, как у моей подруги в лужу упал и звездочку вот так вот делал, то есть они непромокаемые, хорошие такие, яркие, классные. Они внутри теплые, то есть руку можно засунуть туда как следует, да, и вот здесь еще затянуть, чтобы они не спадали. То есть перчатки вот эти достойно мне понравились. И там были еще даже цвета, то есть там были синеватые какие-то, были вот эти оранжевые, черные, то есть на любой вкус. И я решила их ему взять, и я думаю, что их надолго еще и хватит, потому что они вот такие классные. Ну, конечно, если не вырастет, рука у нас вот такая. Все, мои хорошие, на этом покупочки мои закончены. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Самое главное – это конкурс! Делайте два этих простых шага, и у вас будет отличный шанс получить сертификат. Тем более шансов больше, потому что победитель не один, а их целых три. И в этот же день я смогу вам дать сертификат. И красиво его оформлю, и пришлю вам на почту. Так что я желаю вам всем удачи. Я очень хочу, чтобы вы себе что-нибудь купили и приобрели в Ривгош, где много всякой красоты для нас, для девочек. Вся информация под видео, если кто-то что-то забыл и пропустил. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Фу, Дэнни, я устала! Я устала. Куда побежала? Пока мама занята, Дэнни тут все перевернул в Верхном. Просто дом называется Верхном. Реально. Ты уже нашел мамины слабые места, да? Пока мама снимает, пока мама монтирует, пока мама подготавливается к видео. К некоторым. Когда вещи подготавливает, гладит, стирает. Ты давай тут все в Верхном. Да? Иди поцелуемся. Иди хоть поцелуемся. Я тебя люблю все равно. Какая-то такая вредняшка у меня маленькая. Вредняшка. Вреди... Вредя... Вредяшка. Вредитель маленький. Маленький вредитель. Вредишь маме. Когда ты вредишь маме И вредишь маме, и вредишь Вредитель маленький Сознание во сне Или это наяву Утонул или плыву Улетел или стою И казалось мне дороги, но с тобой я как в раю Эта песня знаю Только для меня Ты полетишь выше звезд Верю я, да все хорошо Если на краю Я хочу, чтобы